41 час принц династии Кин. Мы прибыли к Любану. Цзикин, это действительно ты? Ты искал меня? Любан удивлен и счастлив видеть вас. Похоже, вы смогли добиться его дружбы. Да, я слышал, ты занял уезд Фэнсянь. Вот и заглянул. Почему ты расположил войска снаружи? Разве это не опасно? Я тоже не хочу этого. Любан разводит руками. Я сражался снаружи и оставил Юны Чи охранять Фэнсянь. Я и не ожидал, что он сдастся. Уже много дней мы атакуем город, и я не только не взял его, но и потерял много людей. Знаешь, мне трудно понять, как ты можешь улыбаться и шутить, когда у тебя такие трудности. Любан таинственно улыбается и сообщает вам заговорческим шепотом. Ты просто не знаешь. Я притворяюсь, что мне весело, чтобы поднять дух воинов. А так, конечно, я беспокоюсь. Если так будет и дальше, а к врагу придет подкрепление, мы все погибнем. Неужели нет выбора? В таких обстоятельствах остается просить помощи у других мятежных армий. Я слышал, что Чэнь Шэн, перебивая Чэнь Шэнь, я только что оттуда. Не стоит на них надеяться. Вы рассказали Любану о положении Чэнь Шэна, и он нахмурился. Значит, Кин ответит на удар. И ни Чэнь Шэн, ни Учэн не помогут Джоу Вэню. Но мы не можем на них надеяться. Я предлагаю другое. Что именно? Любан раздумчиво говорит. Я имею в виду Сян Ляна, сына великого командующего Сан Яна. Он атаковал Кин со стороны Коя Цзы и вскоре занял Ся Пи у реки Ян Цзы. Под его командованием собрано уже несколько сотен тысяч. Я слышал, что его племянник Сян Юй тоже очень хорош. Настолько, что его называют царем сражений. Он непобедим. Ся Пи далековато отсюда. Любан Азарно улыбается. Какая удача. Сян Лян как раз тут неподалеку. Атакует Сюэ Чэн. Если бы он согласился временно отдать под мое командование пять тысяч воинов, я захвачу Фэн Сянь. Хорошо. Если ты доверишь мне такое дело, я пойду и поговорю с ним ради тебя. Брат мой, конечно доверю. Любан хлопает вас по плечу. Теперь все зависит от тебя. Время не ждет. Я уже иду. Вы не ожидали, что обнаружите лагерь Любана за уездом в Фэн Сянь. Вы идете в Сюэ Чэн просить подкрепление для Любана. Выходи рано и возвращайся пораньше. Будь осторожен. Не беспокойся и жди от меня вестей. Это долгий путь. Будьте очень осторожны. В общем, нам нужно отправляться... Отправляться в город... Херен знает. Хуичень. Да, хуичень. Сюэ Чэн вернее. Так вот мы здесь. Вейцин. Последнее время здесь развелось много кабанов. Они бродят вокруг нашей семейной могилы и беспокоят прах моих предков. Эти кабаны даже кусают людей. Проклятые животные. Я их прогоню. Получено новое задание. В Сюэ Чэн не выгнать кабанов, разоряющих семейное кладбище Вейцина. Эти кабаны очень свирепы. Будьте осторожны. Не беспокойтесь. Несколько жалких кабанов меня не напугают. Погнали мочить кабанов. Погнали мочить кабанов. Спасибо за суббитры! давайте кстати оружие папа а у нас у нас еще и это некуда складывается уже надо что-то изготовить чтобы избавиться от лишних ресурсов хотя ладно пока пускай этот к это собирает фуссу так у кого-то там новый уровень у фуссу новый уровень чему покачать даже не знаю чему качать ну давайте укрепление до конца прокачаю до девятого уровня блять это хуёвые припаю хуёвые загружаемся это неудачно было не надо было ему это прокачивать еще раз макс стоит и ничего не делает макс завис он просто стоит на месте кажется случился баг друзья маг завис и все чё опять загружаемся тогда раз он завис блять ну и где там эти кабаны а так я уже а понятно я сохранился после того как убил всех кабанов и в принципе маг у нас ожил кстати до меня только что дошло они все используют свои способности ладно по не буду здесь объяснять вейт сын мы сдали мы убили кабанов эти кабаны очень свирепы будьте осторожны успокойтесь я прогнал кабанов он расплывается в улыбке это же замечательно от имени своей семьи я благодарю вас за помощь пожалуйста примите эти две тысячи золотых в знак моей призапись признательности что вы не стоит я не могу предложить вам высокую награду но прошу вас возьмите это золото если вы этого не сделаете я не смогу уснуть ночью хорошо лучше безразлично принять чем вежливо отказать беру получен 2000 золота слава повышен на единицу задание выполнено пастушок он схлипывает утирая ручки слезы ручками слезы с лица что случилось мальчик он продолжает схлипывать будто не слышит вас что случилось мальчик всхлипывание не начинать разговор и уйти не хочет разговаривать но мы к нему вернемся он же тут не просто так стоит начать какой-то квест будет так все здесь уже тупик здесь стена заканчивается так волки а а а а а а а так они там девку загрызут сейчас а набрали древесины так здесь все осмотрели на что заходим в город то у нас город называется все и чем мы здесь первый раз маленькая девочка у торговца такие красивые цветы коробейник маленькая девочка каждый день приходит поглядеть на мои цветы каждый раз когда я ее вижу вспоминаю свою дочь она умерла в прошлом году таверна всю и фэн трактирщик пожалуйте господин вы сделали правильный выбор придя сюда в таверне напротив цены высокие а еда ужасно слуга наша таверна довольно велика но дела идут неважно хозяин не умеет как следует управлять таверной полагаю скоро ее закроют больше тут ничего интересного нет курьерская служба молодой человек из богатой семьи и вы судя потому что вы крепкого телосложения также ходите с мечом должно быть вы неплохо владеете боевыми искусствами хотите быть моим телохранителем нет спасибо меня это не интересует это у нас у нас курьерская служба ученый похоже ученому живется не слаще чем обычному человеку чем больше он читает тем сильнее понимает что реальность несправедлива причем изменить ситуацию он не в состоянии и в результате он весь день предается унынию нищий все считают меня лентяем мы что в этом такого меня все устраивает работой не работой все равно на еду не хватает уж лучше ничего не делать таверна вторая таверна уже джан джипен откуда в городе взяться тигром как странно если так пойдет и дальше мне придется закрыть заведение тигр откуда в городе взялись тигры вот именно я тоже удивляюсь откуда последнее время люди каждую ночь видят тигра у меня на заднем дворе все боятся зайти если так будет продолжаться дальше мне придется закрыть лавочку странно все это откуда в городе взяться тигру я займусь этим вопросом получено новое задание всю нчань и выяснить правду о тигре появляющимся по ночам во дворе трактира всю нчань и хозяин таверны джан джипен поведал вам странную историю люди каждую ночь видят тигра на заднем дворе таверны мало кто отваживается зайти пропустить стаканчик вам это показалось маловероятным и вы решили расследовать это дело разберемся коридор в таверне помещение таверны я слышал люди видели в таверне тигра почему они так его боятся если я увижу его тоже замах жмажу по стенке клиент в этой таверне приемлемые цены и добрый хозяин но моя жизнь и мне дороже пойду в другую таверну клиент по ночам тут бродит тигр очень страшный надо уходить быстрее задний двор таверны забавно там действительно тигр как тигр мог попасть город думаю я лучше убью его забавно стреляем в таверне почему и половину здоровья сняли пощадите меня умоляю не бейте меня больше у кто вы почему вы притворяетесь тигром я чен-минь меня нанял всю и фэн хозяин таверны чтобы я притворялся тигром но зачем да вы можете и не знать хотя у си фэна большая таверна дела у него идут не особенно хорошо по сравнению со здешней маленькой таверной из-за того что си фэн обсчитывает клиентов заламывает цены и невкусно готовит к тому же он еще разбавляет вино водой так он нанял тебя чтобы ты притворился тигром запугал владельцев маленькой таверной и она закрылась точно сначала си фэн решил дать немного денег джан джипену владельцу чтобы выкупить у него маленькую таверну но тот отказался тогда ему пришло в голову распугать клиентов чтобы джан джипену пришлось закрыть свое заведение всю фэн ужасный негодяй ты же выглядишь человеком неплохих возможностей почему ты помогаешь ему я не хотел делать это но у нас уже много дней нет никакой еды даже в такое смутное время мне нужно чем-то кормить мою старую мать жену и детей у меня просто не было выбора у меня есть немного золота но это сука и займись каким-нибудь достойным делом чтобы прокормить свою семью никогда больше не занимайся такими черными делами молодой господин вы просто благодетель вы спасли мою семью я я быстрее иди домой день уже клонится к закату не заставляй своих родных беспокоиться о тебе блять надо было деньги то выложить в таверне он 10 процентов денег отдал этому блять 11000 монет он отдал этому пидорасу извиняюсь деньги надо было выложить перед боем а я забыл так все мы этот к зато квест выполнили правда состоит в том что кто-то наряжался тигром и пугал людей на заднем дворе таверны джан джипена оказывается хозяин расположены напротив таверны сюэ фэн нанял для этого специального человека и надеялся что конкурент обанкротится так как клиенты к нему не пойдут вы решили как-нибудь проучить эту злодея ну проучить нам еще к фэн пэну теперь идти его ему морду бить я слышал тигр мертв теперь я могу остаться здесь я слышал шум снаружи взглянув я увидел что кто-то убил тигра опасность миновала говорят что тигр появляющийся в этом трактире это человек который прикидывается тигром это кажется очень интересным я понял почему вы видели тигров больше этого не случится правда это чудесно вы так помогли мне чем я могу отплатить вам ну что вы ничего не нужно до свидания получили 15 еще бы то слава на единичку обаяние на 2 если бы я взял деньги я бы получил деньги но не получил вот этих плюшек как я могу выразить свою признательность не забудьте заглянуть сюда когда еще раз окажетесь в тюнчении так у кого-то там новый уровень я видел так у фусу новый уровень даже не знаю чему качать абсолютно не знаю пока ничего не буду качать о и у кунга на новый уровень так ну а кунга ну нам нужно качать насколько я помню сложение до до 200 призыв медведей давайте нет атаку металлов я вызвал ну ладно пускай будет так и металла сейчас мы поговорим с этим негодяем ставили хозяином таверны большой который данил этого мужика тигром притворяться он немного на путь напуган вашим угрожающим видом господин вы вы господин все я вы знаете чем чем мина да нет говорит он нерешительно вы уж определитесь знаете вы его или нет я я не совсем понимаю так вы но тут надо с ним правильно поговорить сейчас посмотрю прохождение короче надо предупредить его о том чтобы чтобы он не повторял подобных вещей вы носите ему первое предупреждение предупреждение чем мин больше не будет изображать для вас тигра если вы еще раз посмеете устроить такой спектакль второго предупреждения не будет на его лице проскопил холодный пот я понял понял больше никогда не буду так делать так слава повышена единица обаяние на единицу еще десять и щепота я ни за что больше так не поступлю никогда мы завершили этот квест прохожий здесь сумасшедший он говорит всем что дзян дзы не его даль дзян дзян дзи я его дальний предок прохожий а солдат-повстанец когда я сражался солдатами империи меня сзади ударили мечом рано еще не зажила я не могу ни сидеть ни стоять это так раздражает ну тогда попробуйте лично живот прохожий я вчера проиграл свое состояние все вплоть до штанов какое невезение какой позор если вы проигрываете проигрываете девять раз из десяти может вам бросят занятия так у нас и у лучницы тоже новый уровень жестокое убийство не прокачал старик я старею мое зрение слабеет а ноги не позволяют много ходить я завидую молодым магазин кузнеца так у нас я вижу что много с лишних ресурсов давайте все-таки от них избавляться потихоньку да попробуем сделать доспехи давайте лучшую изготовили доспех на продажу частично от ресурсов я избавился все равно их у нас просто навалом еще один доспех значит сделаем все теперь у нас и сухожилий тоже многовато на мысу от сухожилий тоже ведь надо избавляться ну давайте я попробую ожерелье сделать о о Ух! 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 Делаю! изготовил ожерелье пятого уровня силы защиты металла 47 мудрость 22 скорострельность сообразительность кстати ожерелье ловкости вот я смотрю 60 ловкости добавлять может быть его кому-то из лучницы той же дать например да я лучницы отдам так у нас все равно до хрена всякого лишнего что попробуем сейчас еще одно ожерелье сделать все кости разные кстати ну кусь кабана блин кость кабана тоже нежелательно тратить придется даже две кости придется потратить нет тогда не вариант ну сапоги сделаю шкура чудовище шаньи ведь я для себя делаю до сапоги как я понимаю так руда так самой хорошей шкуру я все-таки пока оставлю не буду я ее тратить блин нам руды не хватает так и что у нас за сапоги получили сапоги седьмого уровня так сила защиты металла 40 данный сапоги лучше во всем в принципе лучше чем сапоги скороходы блин да мы их лучше отдадим лучницы скорострельность повысим так сапоги отдал лучницы мы их еще может быть инкрустируем сейчас а может быть и нет не помню можно легко инкрустировать нет сапожки хреновые однозначно на продажу инкрустировать их ничем нельзя окно мы разгребли мы разгребли лишние ресурсы так все да сейчас кузнецу это продадим то что мы изготовили и и и и и и и и так нам нужно все-таки еще что-то изготовить опять ресурсов больше чем надо а руды нет то есть нам нужно что так что не требует руды но вот магическая корона не требует руды магическая корона четвертого уровня на продажу ну, навряд ли мы что-то у него купим, конечно давно я ничего не покупал уже в магазинах, потому что все, какой-то ерундовый щит клыки тигра, седьмой уровень силы защиты огня, кстати, 119 для финального боя понадобится кстати, чтобы вот этот щит активировать нам нужно огонь, воду укрепляет, что у нас? воду укрепляет металл, нам нужно кольцо металла изготовить да у кого-нибудь есть кольцо металла? так, вот кольцо металла ну, оно занято уже да, нам нужно изготовить сейчас кольцо металла для этого нам нужна руда металла а у нас руды металла, у нас вообще нету руды черт подери корона чудовища шэньдань силы защиты 49 друзья я уйду на несколько минут к сожалению, надо так, пока отойти отменяется так, мне нужно записать, что кольцо металла необходимо для воина кольцо металла, пишем кольцо металла воину чтобы активировать плюс 30 атаки к его щит великого мастера Гуйдзи в общем, нечего купить идем дальше женщина средних лет бедняга, сын Упина сейчас даже взрослые не могут поесть досыта откуда же у его матери возьмется молоко, чтобы покормить его он все время плачет от голода как жаль лисань а дай действительно глуп прошлой ночью мы напугали его, притворившись привидениями он от страха штаны намочил ха-ха санчуань, дорога в санчуань дом тайный туннель какой-то тайный туннель давайте заглянем внутри темно вы еще внутри темно если вы хотите войти, надо быть осторожным короче, они не хотят зайти сейчас я отойду на пару минут допустим давай я измеряю сейчас я сделать достаточку я измеряю это Продолжение следует... 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 остался один задание выполнены шум мешавший люяну спать по ночам издавали разбойники они копали туннель вы не можете посмотреть на тайна такое сквозь пальцы более того наказывая разбойников мы получили кое-какие волшебные предметы как тут много всего ужас пояс из бронзовых колец механический арбалет ну-ка 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 что за механический арбалет пятого уровня скорость атаки 24 сила атаки короче нет ерунда полная ничего интересного все сдаем квест соседу я был у ваших соседей грабители рыли тоннель чтобы прятать краденые вещи больше они не будут докучать вам это правда замечатель наконец-то я смогу как следует выспаться так получили две славы как хочется спать наконец-то высплюсь всего лишь две славы не густо так мы здесь там он войны еще не убрали здесь возвышенность мы туда не сейчас не зайдем продолжаем осматривать город я снова сейчас кузнецу заскочу по-быстрому хлам выкину священная пагода кстати по моему можно что-то там улучшить было нет так кольцо земли мы изготовить по-прежнему не можем да кольцо земли то есть не надо нужно руда земли руды земли нет отдай вчера в полночь леса не с несколькими другими людьми переоделись привидениями чтобы напугать меня я чуть не умер от страха меня даже сейчас дрожь пробирает едва вспомнил горожанин приближается весенний праздник я пойду завтра на рынок кое-что купить вы я мало что смогу себе позволить на столь ничтожную сумму так лавско торговцы давайте зайдем горожанин я не знаю что было на уме у моих родителей они заставили меня жениться на очень уродливой женщине от одного взгляда на нее меня тошнит и знаете что она мне сказала что же она сказала к моему полному удивлению она сказала муж то что тебя тошнит не имеет никакого значения со временем привык юмор нормальный китайский мне понравилось шутка прохожий все очень важный город располагается к востоку от уездов энсиане к западу от префектуры санчуань лавку заглянем что не пол а нам нужно было кольцо металла а кольцо металла аж 5 уровня сил защиты дерева 230 максимум хитов 13 берем это чтобы воину активировать спецспособности его счета у сапоги с железными шипами какие-то характеристики никчемные честно говоря так теперь он на 30 процентов больнее бьет так кольцо металла воину вычеркиваем вообще нам надо может быть колечко наделать потому что кольца так себе попробуем сейчас сами что-нибудь изготовить решили что это то железное это будет очень полезно считает что я не могу это тоже очень полезно но это вообще, а я не могу это просто переборать так что такого я не хочу это не могу несправить что-то неудачке как-то понимаете я не могу все твои у неудачные я не хочу Sin нам я у Получилось кольцо шестого уровня, сила плюс 10, максимум хитов плюс 56, скорость восстановления хитов 29%. Почему-то все падают в характеристики. Мы что, херовое кольцо изготовили? Нет, вот это вот кольцо получше. А это еще лучше. Вот это вот кольцо. Короче, херовенькое какое-то колечко получилось. Так, лекарства скупаем. Причем мощные лекарства скупаем. Деньги позволяют. Так, заглянули к лавочнику. В принципе, осталось не исследовано только вот это большое поместье. Тут, кстати, как раз должен быть этот командующий, за которым мы, собственно, сюда и пришли просить подкрепление. Мое единственное желание стать чиновником. Тогда я разбогатею, подняв налоги. С большими деньгами я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Разве вы не боитесь навлечь на себя гнев простого народа? А чего мне их бояться? У нас есть армия для подавления особо рьяных недовольных. Если император будет назначать на ключевые должности людей, подобных вам, империи скоро придет конец. Штаб командира. Сян Лян. Простите, вы командующий Сян Лян? Да, это я, говорит он низким, уверенным голосом. Зачем вы пришли сюда? Рассказывайте ему, что Любан просил о подкреплении. Любан? Кажется, Сян Лян что-то вспомнил. Этот крестьянин из уезда Пэйсянь? Я слышал о нем. Он освободил всех невинно осужденных и обезглавил белую змею. Его можно считать героем. Я дам ему 5000 солдат и 10 храбрых командующих. Жаль, что здесь нет моего племянника Сян Юя, иначе мне не пришлось бы мобилизовать столько людей. Непобедимый Сян Юй? Как бы я хотел познакомиться с ним лично. Этот паршивец, он говорит с грубоватой гордостью, он повел войска на взятие Сян Чена. Пообещал сделать это в течении 10 дней. Да, новорожденные ягнята не боятся тигров. Мой племянник еще ни разу не терпел поражения. Сейчас я проверю, правильно я ответил. Так, это так. Времени для этого предостаточно. Ах, да. Вы знаете, что Джан Хань разбил войска Чэнь Шена? Слова Сян Ляна удивляют вас. Так быстро? Разгром подобен оползню. Я думаю, он продержится хотя бы еще несколько дней. Дело в том, что Джо Уэнь с десятитысячным войском противостоял армии Джан Ханя, превосходящей его в 10 раз. Это чудо, что они продержались полмесяца. Однако Чэнь Шэнь и Уэнь видели, что они терпят поражение и не послали подкрепления. В перевернутом гнезде целых яиц не остается. Чэнь Шэнь просто не ожидал, что так скоро встретит свою кончину. Вы правы. Но в то время он не желал никого слушать. Я давно предвидел его гибель. Он восстал против империи Кин под лозунгом «Возродим царству Чу». Но он не признавал престола наследника Чу царем. Более того, он провозгласил себя царем Чэнь. Он говорил «да», имея в виду «нет». Он не имел шансов. Да, должно быть причина в этом. Сейчас Чэнь Шэнь мертв и повстанцы по всей стране остались без предводителя. Если так будет продолжаться и дальше, империя Кин разгромит наши войска одно за другим. Мне, Сян Ляну, наследнику знаменитого командующего Чу, судьбой предназначено возложить на себя эту ответственность. Я стану царем. Что вы об этом думаете? Командующий, вы хотите провозгласить царем себя? Думаю, этого делать не следует. Чэнь Шэнь объявил себя царем. Но разве я, как потомок Сян Яня, знаменитого командующего царства Чу, не более достоин такой чести? Я не думаю, что с этим стоит так уж торопиться. Да вы недальновидны. Как вовремя. Пожалуйста, не сердитесь, командующий. Я тоже согласен с ним. Достойный учитель Фань. Как вы можете быть согласны с ним? Командующий, в былые годы, когда Кин пытались захватить все шесть царств, царство Чу сражалось с ними наиболее яростно. Потому-то до сих пор люди говорят, даже если во всем царстве Чу останется только три дома, именно люди из царства Чу покончат с империей Кин. Потому-то, когда вы подняли знамя царства Чу, люди с такой радостью поспешили к вам. Вы помните об этом, командующий? Верно. Разве это не значит, что я должен объявить себя царем и упрочить свое положение? Нет, командующий. Сейчас все герои служат под вашими знаменами. Но на самом деле они подчиняются царю Чу. Если сейчас вы объявите себя царем, боевой дух вашего войска сразу упадет. Падение Чэньшэна должно послужить вам предупреждением. Так вы считаете, что у нас вообще не должно быть вождя? Разумеется, нет. Я слышал, что у царя Чу остался ребенок, который сейчас бродит неизвестно где. Если мы найдем его и посадим на трон, все войска повстанцев будут подчиняться вам. Тогда вы сможете отдавать приказы и покончите с врагом. Точно, достойный учитель. Вот золотые слова. Ладно, сделаем так, как вы советуете. Но ведь в этом огромном мире столько людей. Как же мы найдем сироту? Я полагаю, что ребенок сейчас где-то в районе Сюэчэна. Вы найдете его, если пошлете на поиски достаточное количество людей. Хорошо. Я вышлю людей немедленно. Надеюсь, нам не придется долго ждать. Эй, достойный брат, если у вас нет срочных дел, не могли бы вы нам помочь в этом поиске? Конечно. Я сделаю все возможное. 20 тысяч опыта. Янтун новый уровень. Во время беседы Сан Лян легкомысленно посвятил вас в свои планы. Поскольку Чэньшэн был разбит, так как поднял восстание без особых на то причин, он, Сан Лян, должен стать царем, ибо одним из его предков был знаменитый командующий царство Чу. Однако один из его советников, старый Фаньчжэн, убедил его не делать этого. Сан Лян решил сделать царем Чу, наследника царя Чу, и просил вас найти его. Хотя вы хотите вернуться в уезд Фэньсянь, чтобы доложить о своих успехах Любану, вам придется выполнить просьбу Сан Ляна. Спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии.